Всем привет! Данным уроком мы начинаем главу «Жадные алгоритмы». В этом уроке мы постараемся на нескольких примерах проиллюстрировать общие идеи жадных алгоритмов. Такие алгоритмы, как правило, решают оптимизационные задачи и на каждом шаге делают некоторый наиболее очевидный шаг, так называемый жадный шаг, и чудесным образом в итоге строят оптимальное решение. Давайте начнем с задачи под названием «Покрытие точек отрезками». В этой задаче нам даны n точек напрямой, другими словами, n вещественных чисел, x1, x2 и так далее, xn. Найти нас просят минимальное количество отрезков длины 1, которыми можно покрыть все эти точки. Рассмотрим маленький пример. Вот наша числовая прямая и какие-то 8 точек на ней. Мы хотим понять, сколько же надо нарисовать здесь отрезков единичной длины, чтобы все эти точки оказались внутри отрезков. Вот один способ нарисовать такие отрезки — это нарисовать данные 4 отрезка. Они нарисованы над прямой, чтобы их лучше было видно, а не напрямой. Итого здесь 4 отрезка. Видно, что каждая точка хотя бы в один отрезок попадает. С другой стороны, для данных 8 точек можно найти всего 3 таких отрезка. То есть решение, которое показано сверху, оно не оптимально. Давайте разбираться, как же найти оптимальное такое количество отрезков. Вот простое, но важное наблюдение заключается в следующем. Давайте возьмем какое-нибудь решение нашей задачи. То есть какое-нибудь множество отрезков, которое покрывает все наши точки. И рассмотрим в нем самый левый отрезок. То есть отрезок с минимальным левым концом. Хочется сказать, что если его левый конец не совпадает с самой левой нашей точкой, как случилось вот здесь в верхнем. Вот его левый конец, а вот наша самая левая точка. И они не совпадают. Тогда хочется сказать, что этот самый левый отрезок можно подвинуть направо. Можно двигать его направо, пока левый его конец не совпадет с этой самой минимальной, самой левой точкой. Действительно, когда мы будем двигать его направо, у нас решение сломаться не может. Поскольку мы знаем, что он все еще покрывает нашу самую левую точку. Итого, вот, додвигаем мы его вот до такого состояния. Это важное наблюдение позволяет нам сделать следующее заключение. Если бы мы начали с оптимального решения и так подвинули самый левый отрезок, тогда мы бы получили по-прежнему оптимальное решение. Решение с минимальным количеством отрезков, в котором самый левый отрезок, его левый конец совпадает с самой левой точкой. Это, в свою очередь, позволяет нам сказать, что существует оптимальное покрытие, вот как написано на слайде, в котором самая левая точка покрыта левым концом отрезка. Это очень удобно, поскольку мы теперь знаем, что такое решение всегда есть. Это означает, что мы можем просто найти минимальную точку среди наших N и добавить в решение отрезок, левый конец которого совпадает с этой минимальной точкой. Мы уже знаем, что существует оптимальное решение, содержащее такой отрезок. Так давайте добавим этот отрезок, забудем про все точки, которые он покрыл, и будем продолжать решать задачу. Вот этот шаг, добавление отрезка с минимальным, левый конец которого совпадает с минимальной нашей точкой, называется надежным шагом. Давайте еще раз чуть подробнее на этом остановлюсь. Что мы знаем про нашу задачу? Мы знаем, что у нее есть много решений, есть много способов покрыть все точки отрезками. Более того, есть много способов даже оптимально покрыть, то есть покрыть оптимальным количеством отрезков, поскольку каждый отрезок периодически можно куда-нибудь чуть влево, чуть вправо подвинуть. Мы не пытаемся найти все эти решения, мы пытаемся найти хоть какое-нибудь. И мы только что с вами доказали, что во всем множестве оптимальных решений есть решение, в котором самый левый отрезок совпадает левым концом с минимальной точкой. Это позволяет нам сделать вот этот самый надежный шаг, то есть сразу посмотреть на точки и добавить в решение такой отрезок. В общем, алгоритм почти готов. Вот его псевдокод. Давайте изначально заведем множество, содержащее все наши N точек, множество S. Дальше, пока множество S не пусто, мы будем делать следующее. Мы выберем из множества минимальную точку, просто пройдясь по множеству и найдя там минимум. А дальше добавим к решению отрезок, левый конец которого совпадает с этой точкой. Ну, а правый, соответственно, на единицу больше. После этого, опять-таки, пройдясь по множеству S, мы выкинем все точки, которые покрыты этим новым отрезком. И будем действовать так, пока множество S не пусто, то есть пока все точки не покрыты. В конце просто вернем построенное решение. По только что доказанному на предыдущем слайде факту мы заключаем, что этот алгоритм действительно строит оптимальное решение. Давайте еще раз напомню, что он строит просто какое-то оптимальное решение. Вообще, оптимальных решений может быть очень много. Каково время работы этого алгоритма? Оно квадратично. Квадратично, потому что мы делаем здесь не более N итераций. Количество итераций здесь не больше, чем N, поскольку на каждой итерации из множества S пропадает хотя бы одна точка, а всего там изначально N точек. Ну и каждая итерация занимает линейное время, поскольку нам надо в множестве найти минимум. Это делается банально, например, если мы просто просканируем все множество, то есть оно хранится, например, как массив или как список, мы идем по нему и ищем минимум. Ну и вот этот шаг делается за время у от N. Вот этот шаг делается за константное время, конечно же. И вот этот шаг тоже делается за время у от N. Нам надо просто пройтись по всему множеству S и для каждой точки проверить, попадает она в отрезок LR или нет. Итого, время работы квадратично.